Доброе утро! Сегодня, 22 января, оказывается, отмечают День попкорна. Ну что ж, праздник он и есть праздник. Наша съемочная группа решила посетить то место, в котором ежедневно поедается самое большое количество этой воздушной кукурузы. Это, конечно же, кинотеатр. Ведь у многих стакан, наполненный попкорном, ассоциируется именно с просмотром интересного фильма. Зависит от сеанса, зависит от количества людей. Потому что если нет людей, то, естественно, мы никому его не продаем. А так мы жарим достаточно много. Итак, узнаем, как же готовят это столь любимое всеми лакомство. Когда-то Чарльз Критас изобрел такой прибор, как поппер, который и готовил попкорн. И, кстати, позже по принципу этого прибора изобрели и микроволновую печь. Так вот, если сырые зерна кукурузы подвергнут тепловой обработке, будь то микроволновая печь, поппер или же просто открытый огонь, то они начинают увеличиваться в размерах и превратятся в знакомый нам попкорн. Все весьма легко и просто. Однако стоит помнить, что в микроволновке попкорн лучше не готовить, так как сами микроволны не очень положительно влияют на наш организм. А по большому счету медики не против потребления этой воздушной кукурузы. Конечно, в умеренном количестве. Попкорн – это обычная кукуруза, которая богата углеводами, витаминами, клетчаткой, способствует снижению уровня сахара в крови, это ее главное достоинство. Это достоинство может быть использовано в программах по снижению веса именно. Кроме того, попкорн содержит большое количество клетчатки, что способствует правильному пищеварению. Дает чувство сытости, но быстро эвакуируется из желудка, то есть не застаивается там, благодаря именно этой клетчатке. Это тоже способствует снижению веса. К сожалению, история не сохранила имя того, кто первый выяснил, что из обычных кукурузных зерен можно весьма легко и быстро приготовить воздушную кукурузу. Скорее всего, еще в древние времена, при многочисленных пожарах, наши предки открыли для себя это производство. Хорошо, что до наших дней сохранился рецепт приготовления попкорна, ведь сегодня нет такого человека, который бы не знал, что это такое, или который бы никогда его не пробовал. Сегодня, пожалуй, в кинотеатре ни одна комедия, триллер или мелодрама не обходится без стаканчика попкорна. Пока смотрел сюжет, самому захотелось попкорна, ну или вообще позавтракать. Дима, вот ты как всегда о еде. Это потому, что самое время завтрака, а утренний прием пищи самый важный для нашего организма. Еда, которую мы употребляем в начале дня, совершенно не откладывается лишними килограммами в боках. Она полностью превращается в заряд энергии на весь день. Знаешь, я думаю, убедил ты не только меня, но и наших телезрителей. И поэтому предлагаю посмотреть следующий сюжет, в котором Артем Ляхов расскажет рецепт очень вкусного завтрака. Смотрим! Доброе утро! Это легкий завтрак на Первом Приднестровском. Сегодня специально для вас я приготовлю удивительный салат из хурмы, чернослива и моцареллы. Хурму для начала я очищу от плодоножки и кожи. Очищенную хурму я порежу крупным кубиком и отправлю в миску. Чернослив я порежу примерно таким же кубиком, значит его нужно пополам порезать. И отправлю тоже к нашей хурме. Следующий лист салата нужно, опять же, порвать, не порезать, а порвать, чтобы он сохранял свой объем. Туда же в миску. Возьмем еще немного укропа и петрушки. И отправляем, опять же, это все в миску. Сверху нужно взбрызнуть соком лимона. Отлично. Это все перемешаем. Выложим все в большую тарелку. Вот таким образом. Дальше. Сыр моцарелла нужно порезать где-то в полсантиметра такими кольцами. Выложить их сверху на салат. Сверху этот салат я полью соусом из оливкового масла и свежего базилика. Достаточно. Итак, наш салат готов. И запомните, вкусно готовит только тот, кто любит вкусно поесть. Будьте здоровы и приятного аппетита. Мне кажется, в последние дни уже никого не удивляют проходящие мимо люди в демисезонных куртках и легкой обуви. Я даже начал задумываться о походе в магазин и приобретении весенней куртки. А вот тут, я думаю, ты слишком торопишься. За окном действительно весенняя погода, которую принес нам средиземноморский циклон. Но пробудет он у нас до четверга. А потом вновь зима вернется в свои владения. Погода в нашем крае переменчива, как настроение девушки. То тепло, то холодно. Надеюсь, вскоре она определится окончательно и вопрос с одеждой решится сам собой. Я думаю, этого же хотят все жители нашей страны. Но крещение уже прошло, так что холода вернутся, но ненадолго. Но я все-таки не синоптик. А более точную информацию о нашей переменчивой погоде мы узнаем из нашего следующего сюжета. Зима, похоже, деликатно уступила место весне. Об этом красноречиво говорит вот такая картина. Утки преодолевают препятствия из уже осколков льда. На набережной весьма оживленно. А вместо шапок и теплых пальто на прохожих все чаще можно увидеть демисезонные куртки. Все дело в том, что на календаре конец января. А за окном 11 градусов со знаком «плюс». Мы бросили работу, пришли сюда уток кормить. Потому что весеннее настроение уже все. Ждем весны. Очень хорошая погода, солнечная. Хорошо на улице. Я только приехала с Питера и очень удивлена, что так тепло. И я даже не планировала с собой брать какую-нибудь одежду полегче. И поэтому немножко некомфортно так. Ну, очень тепло. По крайней мере, по сравнению с Питером. Погодный сумбур, оказывается, внес средиземноморский циклон, который, к слову, до четверга не собирается нас покидать. Ложка дегтя в виде осадков, правда, несколько омрачит. Общее уже весеннее настроение. Ближе к четвергу теплый циклон из Средиземноморья заскучает в наших краях и уйдет не прощаясь. После 24-го числа очередной циклон Средиземного моря выходит на нашу территорию. Но в отличие от этого предыдущего, он будет выходить холодным участком. Крещенские морозы, правда, с недельным опозданием обещаются. Это обычное дело, отмечают синоптики. Похоже, максимум с отметкой плюс примерно в этих же числах уже был в 2007 году. И также благополучно сменился на минус. Похоже, погода решила не только побаловать, но и подразнить своим лояльным показателям выше нуля. Хоть праздники и закончились совсем недавно, но вы наверняка соскучились по нашим подаркам. Мы вновь проводим нашу викторину, участвуя в которой вы можете получить призы от интернет-магазина «Сундук». И, как обычно, два вопроса и задания от интернет-магазина. И уже в пятницу мы узнаем имена победителей. А вот и главный приз этой недели – светильник-плазменный шар. Вот такой. Здоровский. Ну, а теперь, дорогие друзья, вопрос. На какой высоте расположен стеклянный мост вдоль горы Тянь-Мэнь? Присылайте ваши ответы на электронный адрес утро-конкурс собака-яндекс.ру Напомню, что ответ в одном из сюжетов. Так что смотрите внимательно. И, кстати, не забудьте указать номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться. Кто выиграет главный приз, мы узнаем только в пятницу. А что сегодня обещают звезды, узнаем прямо сейчас в нашем следующем гороскопе. У Овнов сегодня благоприятный день для размышлений, переоценки ценностей и пересмотра приоритетов. Вы не только увидите закономерности и причинно-следственные связи, которых раньше не замечали, но и сможете, сделав правильные выводы, разумно скорректировать планы на будущее. Тельцам звезды советуют не прятаться от проблем, как страус. Сегодня день активных и решительных действий. Кто ничего не делает, тот ничего не имеет. Близнецам звезды советуют навести порядок в голове. Составьте список основных задач и действуйте, исходя из него. Старайтесь сохранять спокойствие и невозмутимость сегодня. И не отвлекайтесь на мелочи и пустую болтовню. Ракам звезды советуют сосредоточиться на профессиональных делах. Сегодня у вас могут появиться отличные идеи. Одним ракам они помогут найти выход из творческих тупиков, другим – одержать верх над сильными и коварными конкурентами. День львов складывается очень удачно. Нет никакой задачи, решение которой вы не нашли бы в считанные часы. Очень кстати оказывается, помощь ее оказывают люди, некогда беззастенчиво пользовавшиеся вашей добротой. Девам звезды советуют сконцентрировать внимание на настоящем. И пусть будущее складывается само собой. Сейчас вы недостаточно собраны, чтобы браться за трудные или ответственные долгосрочные дела. Целеустремленности весов сегодня можно только позавидовать. Стоит вам захотеть, и вы преодолеете любую преграду. Даже такую, перед которой спасали люди более сильные, опытные и энергичные. День скорпионов хорошо подходит для общения. Сегодня вам будет легче, чем когда-либо договориться с людьми сложными, капризными и непредсказуемыми. У стрельцов сегодня навалилось слишком много дел. Разделите их по степени важности и выполняйте поэтапно. Затем побалуйте себя, сходите в салон красоты, на сеанс массажа, в кино или на прогулку. Козероги сегодня будут пребывать на пике физической и психологической формы. Одновременно энергичные и очаровательные вы кого угодно в два счета сделаете своим другом. У водолеев сегодня многие возможности связаны с серьезными энергетическими затратами. Выбирайте только то, что вам действительно по плечу. В этот день рыбы получат ответы на многие вопросы, тревожившие вас в последнее время. К сожалению, ответы эти оказываются не совсем такими, как вам хотелось бы. И теперь нужно подумать, как из довольно сложной ситуации сделать благоприятную. Вчера многие, а особенно жители нашей столицы, только и говорили про акцию, которая прошла в центре города. Десятки молодых людей с шарами в руках обнимали друг друга и даже прохожих. Если кто-то еще не знает, то вчера прошел Международный день объятий, который впервые решили отметить и в Приднестровье. Причем участники говорят, что теперь будут отмечать этот праздник каждый год. Мне нравятся вот такие вот позитивные мероприятия. Безумно положительные эмоции получает человек, обнимая кого-то. Ну и тем более он счастлив, когда обнимают его. Что же все-таки происходило вчера в центре Террасполя, расскажет Мария Пантази, которая также приняла участие в праздновании Дня объятий. 21 января во всем мире отмечали День объятий. Такой приятный праздник решили отметить и у нас в республике. И вот вчера на главной площади города собрались самые активные любители объятий. Правда, такое мероприятие у нас носило особенный характер. В первую очередь хотели бы, чтобы Международный день объятий таким форматом пришел в Приднестровье. В первый раз проводилась такая акция, она носит символический характер. Мы объединили два флага, Приднестровский и Российский, как символ дружбы между молодежью нашей государства. Ребята идут навстречу друг другу. В руках у них огромные национальные флаги. В самом сердце столицы они встречаются, приветствуют друг друга и с радостью соединяют флаги дружественных государств. Ну а потом все вместе запускают в небо шарики, водят пароводы, обнимаются и просто радуются такой приятной встрече, которая проходила в Приднестровье впервые. У нас в Приднестровье это мероприятие проводится первый раз в таком масштабе и хотелось бы, чтобы было почаще такого, потому что ну очень позитивно все, куча, много эмоций. Сегодня у нас была первая попытка и я думаю мы бы хотели и в дальнейшем мы будем проводить такие акции и думаю, что она будет именно традицией Приднестровской Молдавской Республики. Хорошее настроение, открытые улыбки, задорный смех со всех сторон. Участники акции не скрывали своей радости и с удовольствием делились впечатлениями. Нам сегодня очень понравилось, я думаю, вот ребята, у всех положительные эмоции, потому что это всегда приятный момент какой-то, делиться своими положительными эмоциями, принимать от кого-то положительные эмоции. Это всегда доставляет радость и удовольствие. Впечатления замечательные, очень позитивные. Конечно, хотелось бы, чтобы вся молодежь нашей дорогой, замечательной, такой красивой и молодой республики как можно чаще объединялась, как можно чаще объединялась в объятиях. Как замечательно, что активная молодежь Приднестровья решила провести вот такого плана, замечательную акцию, которая, я думаю, осталась в памяти и в сердцах всех обнимающихся, так сказать, в этот день. Всех хочу поздравить с Международным днем объятий. Обнимайтесь чаще. Обнимая друг друга, все мы испытываем особенные переживания. Это исключительный и очень приятный ритуал, что и подтвердили участники акции. Это приятно, как любому человеку, как и девушке, так и мужчине. Отходит радость, тепло от противоположного пола. Сейчас, на сегодняшний момент, обнимая всех, я получила море впечатлений, и обнимая каждого, я получила большое-большое тепло. Объятие, в первую очередь, это какой-то знак доверия, да, и сразу как-то чувствую себя защищенным, наверное, увереннее, не знаю, позитив такой. Сразу появляются позитивные эмоции, много-много-много хорошего настроения. Действительно приятно обнимать людей в такой день, когда они идут хмурые, мы им дарим настроение, и дай бог, чтобы так было чаще. Вот так весело и с настроением прошел первый в республике день объятий. И нет сомнений в том, что каждый участник праздника стал чуточку счастливее в этот день. Обнимайтесь чаще. Льда на приднестровских водоемах практически нет, но все-таки то здесь, то там можно встретить людей с удочками. Вот ты знаешь, чем-чем, но рыбалкой зимой я никогда не займусь. Почему же? Ну потому что я очень люблю тепло. И тем более есть велика возможность заболеть. Провести целый день при минусовой температуре без болезненных последствий маловероятно. Здесь с тобой не соглашусь ни я, ни наши телезрители, а уж тем более рыбаки. На самом деле важно, как ты подготовишься к такому приключению. Ну вот интересно, как можно подготовиться? Ну, если что, можно взять с собой, к примеру, обогреватель. Ну, зачем же сразу обогреватель? Достаточно хорошего термобелья. О нем-то и будет наш следующий сюжет. Если вы хотите, чтобы вам было комфортно заниматься зимними видами спорта, а зимний отдых, лыжные и пешие прогулки, а также дальние поездки приносили только удовольствие, вам нужно правильно одеваться. И начинать следует именно с выбора термобелья. Это один из самых важных элементов экипировки. Термобелье представлено различными фирмами, моделями, странами-изготовителями и материалами. В основном термобелье состоит либо из полиэтиленовых волокон, либо из полипропиленовых волокон тонких, сшитым таким образом, что максимальная площадь влага и теплоотведения намного больше, чем у обычного беля. Тем самым производятся те эффекты, которые необходимы нам, рыбакам, охотникам, туристам и всем прочим людям, которые ими пользуются. Такое специальное белье бывает влагоотводящее, теплоотводящее и влагой теплоотводящее. Оно выполнено из полиэтиленовых нитей, ткань качественная и долговечная, изготовленная из нановолокон, которые сплетены особым образом и сшиты так, что такую одежду можно носить долгие годы. Термобелье есть нательное, термобелье так называемое, которое непосредственно надевается на тело, выводит максимальное количество влаги, тело тем самым не мокрое и не во время интенсивной физической нагрузки, то ли на рыбалке, то ли на охоте, оно интенсивно не остывает. Поэтому человек не мёрзнет. Есть термобелье подкладочное, так называемое, которое помимо нательного ещё сверху оно одевается. Это когда интенсивные морозы, минус там 15-20 и выше. Если двигаться, то организм никогда не замёрзнет. Но как только вы останавливаетесь на рыбалке, на охоте, в засаде в ожидании кабана, организм резко начинает охлаждаться. Поэтому только бельё из 100% синтетической ткани сможет несколько дней подряд обеспечивать и тепло, и комфортное ощущение. В современной рыболовной индустрии представлена масса средств для защиты рыбака от холода в экстремальных условиях. Кепки, шапки, бейсболки, так называемые из материалов флис, неопрен и так далее. Это не термобельё, оно ни влагу не отводит, оно тепло сохраняющее и защищающее от ветра. Материалы чаще всего дышащие, то есть позволяют коже дышать, кожа не потеет. Кепки представлены, носки неопреновые, то есть это типичный неопреновый носок, который тепло не выпускает ни на секунду, но при этом имеет некоторый процент влага от введения. Одел носочек, любая минусовая температура не страшна. Очень важный элемент экипировки – перчатки. Они могут быть неопреновые или из искусственной кожи. Защищают руки от холода, ветра и других экстремальных факторов. Это позволяет рыбаку не только удержать удочку в руках, но и не замёрзнуть. Ведь если начинают мёрзнуть руки и ноги, то холод распространяется и на весь организм. Но при этом нужно знать правила ухода за термобилём. Его нужно стирать только в мыльном растворе, 40 градусов, не выжимать никаких батарей, ничего. Ополоснули на вешалочку, оно стекло, само высохло, и всё, чтобы не повредить данные волокна. Потому что волокна очень сшиты, очень таким тонким образом, чтобы площадь отведения была больше, чем у обычного беля. Влага отведения. Ну и плюс теплосохранение. И это всё для того, чтобы не простыть. Вы не жалите денег на снасти, забывая, что самое главное – это защита организма во время рыбалки. Поэтому лучше один раз потратиться, купив набор термобелья и комфортно ловить рыбу, зная, что не заболеете ни при каких условиях. Бэнкси – псевдоним британского андеграундного художника, режиссёра и политического активиста, чья личность до конца не установлена. Он превратил стрит-арт из нелегального развлечения в один из самых дорогих видов современного искусства. А началось всё с обыкновенного граффити, которое иногда можно встретить и в Террасполе. В своих дворах или просто проходя по улицам города мы практически видим стены зданий, оживлённые рисунками, которые свободно можно назвать картинами. Но прогресс не стоит на месте. И вот на фасады домов уже проецируют 3D-изображения. Поверьте, это захватывающее зрелище. Изображения, создаваемые при помощи трёхмерных проекций, не просто оживляют простые урбанистические строения, но, кажется, переносят нас в другой фантастический мир. Световым граффити мало кого удивишь. Да, и лазерное шоу уже не в новинку. Но несколько минут волшебства лишними не будут. Через несколько секунд в утреннем кофе. 3D-проекции на здание – это новый вид очень зрелищного шоу, которое становится всё более популярным, особенно в дни масштабных праздников, презентаций или при проведении рекламных акций от крупных производителей. Идея такого шоу заключается в проецировании 3D-объектов на фасады зданий. Трёхмерность и масштабность застают зрителя врасплох. От такого грандиозного действия, как говорится, мурашки по коже. Основное оборудование для трёхмерной проекции – это современные видеопроекторы и акустические системы. Чтобы зрители смогли полностью погрузиться в другую реальность, одних визуальных эффектов мало, к ним ещё подбирают соответствующую музыку. Впрочем, что тут говорить, это всё настолько красиво и необыкновенно, что лучше один раз увидеть, пусть и на экране, чем сто раз услышать. В ходе этого представления оказывается, что дом можно изменить до неузнаваемости. Днём – это обычный серый фасад, а вечером он словно оживает. Причём при помощи проекции можно проломить здание, попав внутрь, заставить его двигаться под музыку. Дома рушатся, из них вылетают бабочки и птицы, они превращаются в аквариумы, и кажется, что живут своей неведомой людям жизнью. Мне очень нравится традиция, которая зародилась у нас всего несколько лет назад, но уже стала довольно-таки популярна. Я думаю, все видели, сколько уже замков висит на перилах моста через реку Днестр в центре столицы. Таким образом, влюблённые как бы скрепляют свои чувства, а ключ выбрасывают, чтобы никто никогда не смог открыть замок. Это дарит людям множество положительных эмоций, а мост благодаря этому становится необычным, не таким, как другие. Вообще, существует немало мостов, которые изначально были необычными. Их такими сразу сделали архитекторы и дизайнеры. Например, жители одной деревни в Индии мосты не строят, а выращивают из корней каучуконосного фикуса. Несколько столетий назад местные племена начали возводить специальные приспособления, направляя корни деревьев в нужную им сторону. За более чем 500 лет удалось вырастить многочисленное количество мостов более 3 километров в длину. Естественные конструкции выдерживают вес более 50 человек и устойчивы к наводнениям, типичным для данной территории. Ещё немного о необычных мостах прямо сейчас в следующем сюжете. Вряд ли переправа по воде в виде моста сегодня кого-то удивит. А как вам такой мост? Да-да, скорее он напомнит вам траншею. Но нет. Идея создать это удивительное нетонущее сооружение принадлежит голландским архитекторам. При реконструкции замка 17 века перед специалистами встала нелёгкая задача. Как туристам подступить к нему незаметно? И они с ней блестяще справились. Теперь туристы переправляются по воде в буквальном смысле, при этом не намочив ног. У вас возникнет логичный вопрос, куда девается вода во время дождей и наводнений. Но и тут всё предусмотрено. Для водоотведения по обоим сторонам моста есть специальные валы. Так вода не задерживается внутри. А это другое ноу-хау, от одного вида которого захватывает дух. Представьте, китайскую гору Тяньмэнь, так сказать, обнимает стеклянный мост. И этот, а на высоте 1400 метров. Вообразите, что испытывает человек, проходя по такому экстремальному мостику. Однако опасения напрасны. Несмотря на иллюзорную хрупкость, толщина моста 70 сантиметров. Забавно, но всех желающих посетить мост и взглянуть на красоту ущелья просят разуваться или переобуваться, чтобы соблюдать относительную чистоту стекла. Ведь работе уборщиков в этом случае не позавидуешь. Выражение «смотреть под ноги» здесь звучит неуместно. А это ещё одно достижение современного инженерного искусства. Теперь в Малайзии. Удивительная конструкция под названием «Небесный мост» точно зависает в воздухе и соединяет два пика горы Ганунг. Уникальность его состоит в том, что он буквально подвешен и держится при помощи всего одной опоры. Утверждают, что мост совершенно безопасен для посетителей. Однако в непогоду его перекрывают. Это обусловлено тем, что мост буквально находится под открытым небом и от попадания молнии не застрахован. Какое ещё чудо света создадут архитекторы, остаётся только гадать. Их шьют Карл Лагерфель, Поль Готье, Джанни Версачи и многие другие именитые кутюрье. Их раскрашивали в разные цвета, отбеливали определённые части и даже расстреливали из дробовика, чтобы получить особенные дырочки. Они — это джинсы. А ведь когда-то их производил всего один человек — Леви Страус. Он запатентовал так называемый рабочий комбинезон без бретели в 1873 году. Теперь джинсы продаются повсюду. А когда-то в Советском Союзе это был страшный дефицит. Фирменные джинсы можно было купить только у специальных людей. И стоили они тогда бешеных денег. Как правильно выбрать так называемый символ свободы и какие джинсы бывают сегодня в нашем следующем сюжете? В наше время они есть практически у каждого человека. Но мало кто задумывался, чья же это была идея придумать столь незаменимую вещь. Речь идёт о джинсах. История их начинается ещё в 16 веке. Но получил патент в Америке на производство рабочих комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и часов сын еврея — лоточника Леви Страус в 1873 году. Изначально шились они из английской парусины, причём для строителей, и оказались очень востребованными. Толстые, из хлопка, а не из кожи, чтобы их можно было стирать. Да и к тому же с тремя карманами. Кстати, стоили они 1 доллар 46 центов. С тех пор джинсы начали постепенно завоёвывать мир, а в 60-х годах прошлого века ими заинтересовались известные кутюрье, такие как Луи Ферро, Карл Лагерфельд, Ольга Тье, Джани Версачи. Они экспериментировали с джинсами, раскрашивали в разные цвета, отбеливали определённые части и даже расстреливали из дробовика, чтобы получить особенные дырочки. Примерно в это же время они попали и в СССР, причём первыми их увидели жители Москвы и Ленинграда. Именно в этих городах раньше всех появились иностранные туристы и студенты, а ещё джинсы стали символом свободы у хиппи, поэтому они в СССР были запрещены. Хорошо, что сейчас мы их можем свободно носить, причём любые, какие только душе угодны, но если вы хотите подчеркнуть свои достоинства, то нужно выбирать джинсы по размеру и в зависимости от своего возраста. Они для более худеньких и более молодёжных девушек, девочек, женщин, которые разбираются в моде, вот это для них, наверное, самое оно. Мужчинам тоже стоит задуматься о правильном выборе джинсовых штанов. До 28 лет можно вот такие, молодёжные. И очень интересная модель, зауженная, слегка зауженная, без фанатизма, слегка с потертостями, можно было побольше дырочек. Это смотрится очень хорошо, очень молодо и свежо. Но для людей, которые постарше, посолиднее, мы предлагаем что-то из классики. Например, вот, очень хорошая модель, затемнённая, очень хорошо смотрится. Вот на более зимнюю пору, как раз, наверное, всё-таки лучше покупать тёмного цвета джинсы. Конечно, мода диктует свои правила, но не стоит слепо верить ей. Как говорится, главное, чтобы костюмчик сидел. Какое-то время назад начала складываться положительная тенденция. Люди всё чаще берут в семью детей из детских домов. И уже немало мальчишек и девчонок обрели новый дом. Конечно, взять ребёнка из детского дома – это очень ответственный шаг. Однако, не все осмеливаются на это. Многих пугают проблемы, которые могут возникнуть у ребёнка с его новой семьёй. Многие хотят помочь малышам, но и иногда нужна помощь самим приёмным родителям. Именно для этого и созданы различные благотворительные фонды. Примером такого является благотворительный фонд «Детство детям». Социальные работники этого фонда следят за тем, как развивается, живёт и учится ребёнок в новой семье. Чем ещё занимается фонд «Детство детям» – смотрите далее. Взять из детского дома ребёнка. Многие сегодня хотят помочь малышам, которые остались без родителей. Однако, мало кто осмеливается на такой поступок. Конечно, это весьма ответственный шаг. Ведь потом мы будем в ответе за жизнь этого малыша. Кроме того, будущих приёмных родителей пугают проблемы, которые возникают после того, как ребёнок попадает в их семью. Именно для того, чтобы помочь детям и поддержать родителей, и создан благотворительный фонд «Детство детям». Наша организация существует уже 6 лет. На протяжении 6 лет мы помогли 38 деткам из детских домов и школ и интернатов попасть в 19 приёмных или замещающих семей. Психолог. Именно он оказывает огромную помощь каждой зародившейся приёмной семье. Естественно, характер малыша часто не совпадает с ожиданиями родителей, да и справится с психологической травмой совсем ещё маленьким детям, а иногда и уже привыкшим детскому дому подросткам самим очень сложно. Часто и дети, и приёмные родители замыкаются в себе и не знают, как правильно себя вести. В таких проблемах с помощью различных консультаций и тренингов помогает разобраться психолог. «Я делаю индивидуальную работу с детьми, с родителями, с семьёй, которая нуждается в помощи. И также раз в месяц мы организуем для наших родителей родительский клуб, где у них есть возможность пообщаться. И я им готовлю тематические семинары с какими-то тренинговыми упражнениями. И мы это всё обсуждаем, проходим. Достаточно интересно у нас проходит, и родителям всегда нравится». А вот следит за тем, как развивается, живёт и учится ребёнок в новой семье социальный работник. Это с виду хрупкая девушка и в мороз, и в дождь навещает новообразовавшиеся семьи. Именно она знает, какие оценки у детей в школе, какие они открывают в себе новые таланты и чем увлекаются в жизни. «Один раз в два месяца я посещаю каждую семью. Моя помощь в том, чтобы посмотреть, как ребёнок адаптировался в семье, какие отношения между родителем и ребёнком. Если есть какие-то конфликтные отношения, мы помогаем их решить эти вопросы. Также смотрим, как учится ребёнок в школе. Обычно, вот мои наблюдения, дети после интерната очень сильно изменяются, попадая в семью. Они, во-первых, намного лучше учатся. Многие из них становятся ударниками, отличниками в школе. Многие из них занимаются творчеством». Те семьи, которым помогли работники фонда «Детство детям», сегодня смело могут назвать себя счастливыми. Каждый из них прошёл этот нелёгкий путь становления новой семьи. И наверняка в тепле и любви родителей эти малыши уже и думать забыли о своём прошлом. Однако ещё сотни ждут, когда за ними придут мама и папа. Команда благотворительного фонда готова помочь любому, кто обратится к ним за помощью. «Мне хочется обратиться к семьям, желающим взятное воспитание ребёнка, который оказался в трудной жизненной ситуации. У этих семей будет прекрасная возможность оказать влияние на жизнь, здоровье и творческое развитие ребёнка, который оказался без родителей, либо оказался ненужным своим родителям. То, что вы сделаете для этих детей сегодня, повлияет на республику завтра. За помощью и справками вы можете обратиться в органы опеки попечительства, поднестужительства, а также в нашу организацию. Наш офис расположен в городе Террасполе, по улице Фурманова-1. Наш телефон 22 846. Будем рады помочь вам. Дорогие друзья, на сегодня всё. Это ещё один отличный день, который принесёт вам только радость и положительные эмоции. Мы желаем вам хорошего настроения и хорошего дня. Оставайтесь с Первым Приднестровским. До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова